Новости дня в эфире УРТ Планета в студии Александр Сдвижков. Программа представляет Центр кузовного ремонта «Сервис Авто». Восстановление геометрии кузова, покраска и полировка автомобиля, а также рихтовочные и сварочные работы. Если вы остались с разбитым автомобилем 1 на 1, обратитесь в Центр кузовного ремонта «Сервис Авто» по адресу Ульте 60 лет Октября 1, дробь 1, телефон 99 11 30. И коротко о некоторых темах выпуска. Не вынес давление. Экс-ректор АГИМ во время суда стало плохо. Чем закончилось дело о 8 миллионах рублей? Планы на будущий урожай. Начнется ли в этом году посевная в Оренбургском районе вовремя? Награда за творчество. В Оренбурге деятелям культуры и искусства вручили престижную творческую премию. Сегодня поставлена точка в громком деле Олега Свиридова. Дело экс-ректора АГИМа передали в суд еще в мае. Его рассмотрение неоднократно откладывалось по просьбе страны защиты. Свиридову вменяют три эпизода. Все связаны с финансовыми манипуляциями. Сумма ущерба исчисляется миллионами рублей. В махинации экс-ректор втянул своего секретаря и даже жену. Все подробности у Алины Ильбукаевой. 55 томов уголовного дела, 130 допрошенных. Почти год велось расследование этого громкого дела. И сегодня Держинский районный суд готов вынести свой окончательный вердикт. Второй день оглашения приговора. Рядом с Олегом Свиридовым на скамье подсудимых его подельники, жена и секретарь. Свиридова обвиняют в трех эпизодах незаконного присвоения средств. Общая сумма почти 8 миллионов рублей. Незапланированным гостем в зале суда стала бригада скорой помощи. Чтение приговора было прервано. Во время оглашения подсудимому Свиридову стало плохо. Повысилось давление, в связи с чем была вызвана скорая медицинская помощь. Сейчас ему оказывают необходимые мероприятия. Заседание продолжилось. Медики остались дежурить возле суда. Три года лишения свободы, штраф в 150 тысяч рублей и запрет на руководящей должности. Решение о своей дальнейшей судьбе Свиридов выслушал сидя. Встал только после вмешательства конвоиров. И в этот момент профессор, доктор экономических наук, экс-глава одного из крупнейших вузов области, дал волю эмоциям и уже не подбирал слов. Из зала суда Свиридова повели на досмотр. В конвольное помещение не пустили даже адвоката. Побеседовать я с ним возможности не имею, хотя уголовно-профессиональное законодательство обязывает сотрудников правоохранительных органов допустить меня для беседы с ним, чтобы я мог в полной мере осуществить его защиту. Ну и по этому поводу будет подготовлена жалоба, связанная с незаконными действиями конвоя. А в это время жена, а по совместительству поддельник, Алла Свиридова находилась в коридоре. Скорая помощь, как оказалось, ждала своего пациента у ворот. Экс-руководители АГИМа все-таки госпитализировали. И его прогнозы на будущее вполне оптимистичные. Все будет хорошо, завтра будет не садов. К слову, никто из фигурантов этого дела свою вину так и не признал. А адвокаты намерены обжаловать приговор. Поддельники экс-ректора получили условное наказание. Секретарь Сергей Попов два года, а помощница Алла Свиридова год и шесть месяцев. Алина Ильбукаев, Владислав Горбунов, Новости дня. И еще об одном скандале, связанном со строительством высотки на улице Чкалова. 18-этажный дом начали возводить буквально на считанных квадратных метрах в густонаселенном районе. Местные жители таким соседством недовольны. Но оказывается, проект на многоэтажке еще в 2012 году был внесен в генеральный план города. Проблеме разбиралась Анна Солодкина. Стройплощадка под окнами уже много лет назад. Построенного микрорайона на Чкалова возникла внезапно, уверяют местные жители. В считанные дни оградили площадку, приехали бульдозеры и процесс возведения 18-этажки запустился. На такое соседство народ отреагировал бурно. После четырех вечера у нас, слава богу, вот оттуда кое-как попадает солнце. А если здесь будет 18-этажное здание, мы здесь сдохнем все в плесени. Следом в списке проблем скопление автомобилей. Их и сегодня немало. Когда появится 18-этажка, количество вырастет в разы. А еще строители вырубили часть деревьев. Вопрос с расположением детской площадки висит в воздухе. Все это люди озвучивают не только в интервью для СМИ, но и в официальных обращениях к властям города. Ответы начальника департамента градостроительства для жителей неутешительны. Строительство высотки еще в 2012 году было внесено в генеральный план города. Застройщик старается успокоить недовольных. По их расчетам все учтено. В том числе и проблемы недостаточности солнечного света. Наш проект учитывает требования инсоляции как в проектированном здании, так и в существующей застройке. Если смотреть на этот чертеж, мы видим, что север у нас находится вот с этой стороны. Солнце встает у нас на востоке и движется с южной стороны. И здесь уже вот в этом районе оно уже садится. То есть наше здание, оно практически не попадает в период инсоляции. Согласно документации, компания-застройщик ничего не нарушает. Но в правомерности возведения высотки сомневается городской совет. Его председатель поддержал недовольных старожилов и обратился с заявлением в прокуратуру. Критикуют точечную застройку и архитекторы со стороны науки. Есть ли шансы у жителей отстоять свой двор? И кто пострадает, если стройку остановят? Подробнее о ситуации мы расскажем в программе «Итоги недели» в это воскресенье в 19.00. Анна Солодкина, Владислав Горбунов и Игорь Бероев. Новости дня. Какой будет предстоящая посевная? Этот вопрос сегодня обсуждали на ежегодном районном совещании руководителей хозяйств, главы администрации и научные работники. На повестке дня не только проведение весенних полевых работ, но и реализация программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции. Готов ли Оренбургский район к посевной? Узнали мои коллеги. Меняем мы запчасти, мы валбук быстро снимаем, перебираем. Сейчас его соберем, будем обкатывать его. Еще пару деталей и К-700 готов приступить к работе. В строю также стоят и новые комбайны, и мощные современные тракторы. В Оренбургском районе активно готовятся к весеннеполевым работам. Техника, которая есть, вся должна выйти в поле. В процентном соотношении, где-то процентов 90-95 мы готовы. Поиска при Уральске в этом году готов к посевной. Закоплены новые семена ГСМ. Радует аграриев и то, что была получена поддержка после очередной летней засухи. Коэффициент за животноводство они подняли, по несвязанной поддержке. Подняли коэффициент за семенное производство. То есть те хозяйства, которые являются семенными, им коэффициент дали. Дали коэффициент за плем-репродукторство. За столом совещания руководители хозяйств и главы района обсудили готовность к посевной. На сегодня в Оренбургском районе есть 62 запаса ГСМ и практически стопроцентная обеспеченность семенами. Но есть и проблемы. Это приобретение техники. Я называл сегодня цифры. Очень большая нагрузка. Если взять на комбайн, это более 850 гектар на единицу. В отдельных хозяйствах она перевалила за тысячу. Средства в район получены серьезные. А до сегодняшнего дня не приобретено ни одной единицы техники. Глава района также отметил, если уборочной техники не будет хватать, придется работать с южными районами области. Возможно, с соседними регионами. Это происходит из-за того, что весенние полевые работы зачастую затягиваются на месяц-полтора. В результате, сами уборочные работы начинаются в конце июля, а заканчиваются только в мае следующего года. Чтобы решить эту непростую задачу, по словам Василия Шмарина, аграриям нужно взаимодействовать с ученым советом. Возможно, они помогут поменять подход к решению этих вопросов. Для Рабусева Георгий Бурлуцкий. Новости дня. Не меньше заботы и у тех, кто выбрал сферой своей деятельности мясное скотоводство. Наш корреспондент Анна Мурзина побывала в хозяйстве фермера Жестолапа Карамбалиева, которая живет и работает в селе Леневка Соль-Лецкого района. В селе Леневка живут хорошие, добрые, трудолюбивые люди. Но только вот добраться до них нелегко. От Соль-Лецка до села всего 100 километров. Но по такой дороге время, нервы, горючее умножай на три. На брюхо село уже, все, на жигулях. Срок жизни очень большой. За морем телушка-полушка, да рубль перевоз. Теперь становится понятно, почему говядина на рынке в городе стоит под четыре сотни рублей. Выходим, выкормим, защитят болезни и попробуй довези-ка ее до рынка. Эх, горожане, не видели вы плохих дорог. В СПК колхоз Леневский выращивают крупный рогатый скот. На сегодняшний день это почти 1400 голов. Еще 700 овец и 80 лошадей. Забот на ферме хватает всегда. Март-апрель, особенно горячая пора. В сутки рождается по 5-8 телят. А кот идет полным ходом. Дежурство у скотников и ветврачей круглосуточные. А они и не жалуются. Кто-то должен жить, деревне жить. Вот деревни это наши, наверное. Это как-то наши родители здесь жили, предки. Кто-то должен остаться, кто-то должен работать. Много сил и средств ушло и на поливодство. Старались самостоятельно обеспечить хозяйство зерном, кормами, соломой. Но за последние 8 лет только 2 года позволили не беспокоиться о сене насущном. Остальное время засуха и заморозки. Губили урожай на корню, заставляя искать корма для скотины на стороне. Потому и решили молочным коровам, которые более привередливы в еде, предпочесть мясных. Осенью, где-то в сентябре, в октябре у нас идет отбивка. Мы отбиваем телят. И в основном бычков стараемся реализовать. А челочек мы стараемся какую-то часть себе оставляем на ремонтный молодняк. Хозяйство уверенно держится на плаву. Единственное, что очень осложняет работу, это дорога, которая должна связывать село Леневку с Солилецком. А на деле является труднопреодолимым препятствием. Но сетчане по-прежнему надеются на лучшее. Иначе бы не работали день и ночь. Анна Мурзина, Виктор Яковлев. Новости дня. Подробный репортаж о работе СПК «Колхоз Леневский» смотрите в эту субботу в программе «Акценты». Она выйдет в эфир в 19 часов. Через пару мгновений расскажем, кто получил Оренбургскую лиру. Не переключайтесь. И мы продолжаем выпуск. Местный Оскар. Премию Оренбургская лира сегодня вручили заслуженным представителям творческих профессий. Профессиональный праздник в областном драмтеатре честовали работников культуры. Соцветие талантов в материале Валерии Жуковой. Оренбургская лира вручается сегодня в юбилейный 20-й раз. Статус губернаторской премии присвоили в 2001 году, а спустя 12 лет значительно повысил наградный фонд. Теперь лира именуется высшей наградой регионального значения. Творческие успехи в области литературы и искусства отмечают ежегодно. Так, Виктор Ренев сегодня удостоен награды во второй раз. Я в культуре уже более 40 лет. А если посчитать с художественной самодеятельностью, то уже 60 с лишним. Ну и что лично для вас значит Оренбургская лира? Это признание. Обладателями престижной статуэтки становятся деятели литературы и искусства. На соискание писатели, например, выдвигают свои лучшие издания. Работники музеев и библиотек, уникальные проекты, творческие коллективы и артисты театров – самые яркие постановки. В этом году удачу попытали 23 кандидата, из которых 10 стали лауреатами, и одна победительница – обладателем специальной премии. За многолетнюю творческую деятельность в сфере искусства поблагодарили актрису муниципального театра «Кукол Пьеро» Ирину Байрамову. Мне вручают лиру. Это заслуга и режиссера, и художника, и особенно моих партнеров. Потому что без партнеров мы – ничто. Ну а для меня, ну, наверное, это какой-то полет, возможность полета, летать дальше, пробовать что-то новое. Работе для души Ирина Анатольевна посвятила 25 лет и до сих пор продолжает играть в куклы. Среди любимых спектаклей – «Лягушиный король», «Про Аленку и про Гусенка» и одна из последних постановок «Дюймовочка», где актриса исполняет сразу четыре роли. Глядеть с небес в страну чудес. Церемония награждения «Оренбургская лира» проходит в День работников культуры и в преддверии Международного дня театра, чтобы по традиции отметить цвет культуры Оренбуржья. Валерия Жукова, Анна Мурзина, Виктор Яковлев. Новости дня. Награда за пунктуальность. Компания «Энергосбыт плюс» решила поощрить своих абонентов, которые вовремя оплачивают коммунальные услуги. Такая акция проходит по всей России впервые. Сегодня подарки получили и оренбургцы. Время оплачиваю, что вовремя. Я не люблю когда-то. До 26-го, 18-го, 16-го, 17-го я оплачиваю, что каждый месяц. Таких, как Евдокия Васильевна, в Оренбургской области оказалось более 70 тысяч. Все они, сами того не подозревая, стали участниками розыгрыша призов от «Энергосбыт плюс». Победители определились 3-го марта. В конкурсную комиссию вошли представители правительства области, управление ЖКХ города, а также управляющих компаний. Все они, наряду с энергетиками, заинтересованы в своевременном поступлении средств от населения. У нас нет разделения между ресурсоснабжающей и жилищной, потому что все услуги, поступающие в дом, соответственно, они идут с ресурсоснабжающей организацией. И там же пересекаются наши жилищные услуги. Потому что до потребителя от ввода в дом мы предоставляем эти услуги, и нам очень приятно было участвовать в данной комиссии. Всего в числе победителей оказались 73 человека со всей Оренбургской области. В качестве призов различная бытовая и электронная техника, а также подарочные сертификаты. Самые крупные призы были у нас стиральная машина, автомат, и ЖК-телевизор плазменный. Вот эти самые дорогие призы ушли в западную часть области, это Бузулук, Новосельгевский район. А в Оренбурге попали у нас, в город Оренбург выиграли 25 жителей, которые своевременно оплачивали все услуги по электроэнергии, отоплению и горячей воде. Сегодня вручение призов прошло в Оренбурге, Тюльгане и Матвеевском районе. В ближайшие дни свои подарки получат жители и других территорий. Анна Солодкина и Владислав Горбунов, Новости дня. Один из крупнейших инвесторов Оренбуржья, Антипинский НПЗ, демонстрирует приверженность принципу «экология превыше всего». Антипинцы, обладающие лицензией на право нефтедобычи в Бузулукском Бару, объявили конкурс среди лабораторий, которые могут проверять воду, почву и воздух на предмет наличия вредных примесей. НПЗ намерен проводить регулярный мониторинг в районе будущих работ. Победитель, похоже, уже найден, и это государственное учреждение. Ну вот таких вот аппаратов на сегодняшний день на территории региона много. Оборудование дорогое, то есть технология очень серьезная, технологичное оборудование, поэтому много таких аппаратов, конечно, нет. Этот атомный анализатор, который находит в пробах тяжелые металлы, опасные для здоровья человека, стоит несколько миллионов рублей. Оборудование, которым располагает Оренбургский филиал Федерального центра лабораторного анализа и технических измерений, ЦЛАТИ, хоть и отечественное, но штучное и очень точное. Оно позволяет брать пробы атмосферного воздуха, почв, грунтовых и поверхностных вод и определять наличие в них вредных примесей. Антипинский НПЗ намерен проводить такие исследования в Бузулукском Бару постоянно. Компания продолжает открытую политику планомерной информированности населения Оренбургского региона о своей деятельности. И сегодня как раз мы присутствуем при анализе возможностей учреждений, которые могут производить постоянный мониторинг окружающей среды на территории присутствия. Критериями отбора организации, которые поручат проводить экологический мониторинг, являлись в первую очередь опыт работы и наличие необходимых документов. У ЦЛАТИ есть соответствующая государственная аккредитация. Кроме того, здесь имеется комплект необходимого лабораторного оборудования, штат специалистов и передвижная лаборатория, способная проводить забор проб на месте для дальнейшего их исследования. Нашими специалистами было разработано техническое задание, то есть определены критерии, по которым мы будем выбирать такую организацию. Ну и вот сегодня мы сделали непосредственно визит, чтобы убедиться лично в том, что есть такое оборудование в наличии, что имеются ресурсы для выполнения наших задач. Ну и будем надеяться, что действительно эти задачи будут выполняться ответственно и грамотно. К нам поступило предложение поучаствовать в тендере, и мы знаем свои силы, мы готовы участвовать и качественно осуществлять мониторинг окружающей среды для антипинского МПЗ и Бузулукского убора. Виталий Дерябин, Роман Боричев, Новости дня. Очередные успехи оренбургских спортсменов. С медалями вернулись из Дубая легкоатлеты-параолимпийцы, ставшие призерами крупного международного турнира. Две недели назад на отчествовании лучших спортсменов Оренбуржья наши легкоатлеты получали губернаторские награды. И это было прямо в канун своего отъезда на соревнования. Какие планы? Поехать в Дубай 15-го числа на Гран-при мира. Чтобы подготовить спортсменов к Паралимпиаде в Рио, Международные федерации организовали бриллиантовую лигу – ряд турниров Гран-при, которые проходят на пяти континентах. Дубайский этап собрал почти 700 атлетов из разных стран. Россияне стали первыми в общем зачете. И это несмотря на то, что дома тренировались в манежах, а тут пришлось соревноваться под открытым небом. Да еще и попали из зимы в лето в жару. В составе сборной страны выступали двое оренбуржцев – Александра Неделька и Дияс из Басара. И не уронили честь флага. Александра сначала завоевала серебряную медаль в прыжках в длину, показав в третьей попытке 4.49. А затем добавила в свой и командный актив бронзу на 100 метровке. Я проиграла француженке, а второе место не помню, как мне проиграла. Со мной бежала девушка из России. Но она была четвертой, по-моему, если не ошибаюсь. Вот я ее победила. Условия хорошие, был большой стадион. Было жарко очень, но соревнования проходили во второй половине дня вечером. То есть было вполне хорошо выступать. Отлично выступил в Эмиратах и из Басаров. Он участвовал в турнире прыгунов в длину и показал второй результат, уступив лишь мировому рекордсмену – японцу. При этом Дияс установил новый рекорд России, подтвердив лидирующие позиции в сборной. Дияс выступил, я говорю, он прыгнул 6.08, что является рекордом теперь России. Удачно он все шесть попыток сделал, потому что у нас был момент такой, когда мы, в общем-то, стали заступать. В прошлом году у нас пошли заступы. И вот мы немножко боялись, а работали в основном в последнее время над ритмом разбега, вот именно над стабильностью разбега. И я считаю, что вот в этих соревнованиях он шесть попыток сделал уверенно, надежно. Оба спортсмена продолжат борьбу за поездку на Паралимпийские игры на следующих этапах Гран-при. Причем ближайший старт именно в Рио, в мае. Анатолий Юденич, Георгий Бурлуцкий, Новости дня. Сегодня знаменитый российский рок-музыкант Борис Гребенщиков сыграл песню в центре Оренбурга. Лидер группы «Аквариум» устроил для горожан необычное представление. Артисты вышли на улицу около часа дня. На перекрестке Советская и Кирова БГС группы музыкантов исполнили композицию «Собачий вальс». Такие выступления у легендарной рок-группы «Аквариум» в процессе творческих путешествий вошли в привычку. До и после официального концерта коллектив удивляет принимающий город импровизированным уличным вокалом. На этой приятной ноте я с вами прощаюсь. Пусть и ваши выходные пройдут под приятную музыку. А если вдруг станет скучно, заглядывайте на наш сайт media56.ru или в группу в социальных сетях. До свидания. Попали в ДТП не по своей вине? Центр кузовного ремонта «Сервис Авто» выполнит ремонт вашего автомобиля совершенно бесплатно. Малярно-кузовные работы высокого качества и на современном оборудовании. Приезжайте и убедитесь сами. Город Оренбург. Улица 60 лет Октября. 1-1. Телефон 99-11-30.